Всем привет! Сегодня у меня будет на обзоре вот такой вот замечательный яркий нож из серии Zombie Hunter от компании Kabar. Это американская компания, которая наверняка нам больше всего известна именно своими ножами, которые они производят для морской пехоты США. Kabar с кожанными рукоятками, есть и с резиновыми из стали D2, но тем не менее. Мода на эту серию прошла уже лет так пару. Когда-то, а не только эта серия появлялась, была очень модной. В свое время ножи недорогие, делаются в Тайване, сделано все очень качественно. В это же время очень был популярен нож от этой же компании, от Боба Дозарье. Но я как-то эту моду на самом деле пропустил. Раньше смотришь, там у всех они были эти, Боб Дозарье, да, там, все прям такие, вот, классный нож, там, Аус-8, дешевый, даже, по-моему, Аус-8А. И была вот такая замечательная серия различных тесаков, мачет, всяких там палок-убивалок вот с такого цвета рукоятками. Называлась она зомби-хантер или зомби-киллер даже, правильно, да, потому что вот на клиночке у нас присутствует вот такое лого, значок биологической опасности и вот буквы Z и K, зомби-киллер. Ну и, собственно, что я вам могу сказать? Сегодня получил я этот нож, купил я его в Штатах за 15 долларов, это, считай, 900 рублей по курсу 60. Я вам могу сказать, что нож мне очень понравился. Столько фана мне, наверное, не доставлял давно ни один дешевый нож. Я даже, вот знаете, сразу четкое такое понимание того, что задержится нож у меня или нет. Все, может быть, видели, у меня есть трековский ящик под мои ножи. И вот если я получаю нож, у меня сразу появляется желание проковырять под него новую дырку, в которой он будет храниться, значит, нож точно задержишься. Вот этот нож сразу, под него было сделано отверстие в этом уплотнителе, вложементе, и нож сразу туда отправился. Давайте немножко пробежимся по спецификациям. Значит, покрытие матовое, следы видны на нем от пальцев, но не так сильно. Что за покрытие? Какое-то недорогое, наверное, такое же, как и на ножах. Кабар такой, очень легко снимающийся, примерно как на колдстилах. Как я уже сказал, нож производится в Тайване из стали Аус 8А. В обухе у нас здесь с вами 2,8 мм, длина клинка 85 мм. Что касаемо режущей кромки, если замерить именно вот, ну, не дульку, а именно всю режущую кромку, сначала одну, потом вторую сложить, получается на 2 мм длиннее, чем длина клинка. 87, получается, длина режущей кромки. Очень приятная танта, такое с дроп-поинтом, агрессивная. И очень приятный пистолетный изгиб рукоятки. Нож очень легкий, весит всего 94 грамм. Ну, почти 95. Достаточно удобная клипса. Переставляется на две стороны, только в одно положение. Мне очень-очень нравится, как выглядит вот эта кислотно-зеленая рукоятка из пластика, которая имитирует, ну, как мне кажется, что это все-таки кожа ската. И вот те люди, которые заказали вставки из кожи ската на блюр вот такого цвета, вы четко можете понимать, как это будет выглядеть черное с таким кислотно-зеленым. Супер! Вот. Замочек здесь бэклок. Осевой у нас шестигранник, а два дополнительных винта, они у нас идут под торкс. То есть, немножко непонятно. Клипс располагается на таком небольшом педестале, достаточно глубокое. Очень удобно садиться на карман. Я сегодня там гулял буквально с ребенком, то есть, одевал нож на карман. Очень удобно располагается, яркий и все. Наверное, единственным минусом, который этого ножа я могу и то очень условно отнести, это отсутствие темлячного отверстия. Может быть, кому-то оно нужно, кому-то оно не нужно. Очень приятный профиль у рукоятки. Очень удобно располагается в руке, нигде ничего не наминает. Прямо ложится все как в литое. Знаете, вот с удовольствием буду пользоваться этим небольшим ножом, особенно в теплое время года, потому что 94 грамма. Я тоже, вот, я не любитель небольших ножей, но, скажем, средний мне больше нравится. Тот же блюр, он примерно такого же размера. Вот. Прошу прощения. Нет, при всем при этом, летом будет таскать вот такой прям супер класс. Еще я себе недавно приобрел вновь один из кершей, кершаулик с композитным клинком, для того, чтобы восстановить ту утрату. Я когда-то себе делал интересный кершаулик, но потом сдуру продал, вот решил его снова восстановить, такую легкую кастомизацию. Поэтому ножом я очень доволен, учитывая, что он стоил мне 15 долларов, плюс там 5 долларов примерно, прибавьте на пересылку со штата сюда. Итого мы там с вами получаем чуть больше, чем за тысячу, вот такой отличный классный нож. Еще и в принципе, ну, в более-менческой стали, что это не 8 хром, хотя в принципе это хрен редьки не слаще, и все в принципе то же самое. Но сделано в Тайване, не просто там в Китае, но и все-таки какой-то такой, знаете, более-менее собственный какой-то дизайн интересный, такой прикольный внешний вид. На этом, наверное, и все. Всем спасибо, пока!